Привет, ребята! Лежачий, упавший мотопутешественник передает вам привет. На спуске на крупных камнях придержал мотоцикл, пытаясь снять красоту вокруг и упал прямо камерой в землю. Добрые люди, слава богу, меня мотоциклом придавило так, что я сам бы не выбрал. Слава богу, поехал я в крепких эндурных ботах, а не в кроссовках, как хотел. Кстати, если бы я был в кроссовках, я думаю, что сюда бы пришлось вызывать МЧС на вертолет. Но нет, все нормально. Как видите, нога шевелится, сейчас чуть-чуть холодный бот испарится, а едем дальше. Все хорошо. Так что не останавливайтесь в вашем путешествии, даже если вы перешли в горизонтальную позу. Можно путешествовать и горизонтальную. Вон там в ущелье летают орлы кругами. На склонах пасутся коровы. Шумит ветер. Растет трава. Суслики уже все разбежались. Сверху бегут облака. После падения я уже поднялся. Чуть-чуть погнулась дуга, но ни во что не упирается пока. Можно ехать дальше. Лапки целые. Ножки тоже. Вот там внизу, в самом низу, это у нас поселок Тырнеаус на речке. Нам к нему нужно просто спуститься. Вот там видно, как идет к нему серпантинчик спуска. Вот. Начинается он. И вниз, 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 вниз по склону. Больше 20 вот таких вот языков. И все это настоящий грунт. То есть там ни капли асфальта у нас до самого поселка не будет. По пути у нас будут еще штольни горнообогатительного комбината, где добывали всю таблицу Менделеева. Причем в равных пропорциях, включая редкоземельные металлы. И этот горнообогатительный кабинет известен тем, что в один момент его как-то смыло в реку целиком. Я думаю, что мы еще даже увидим развалины этого ГОКа. Там наполовину снесенное здание, где остался только один лестничный пролет от всего здания. Такая сильная трагедия. Было это все в конце 80-х. И настолько сильно его смыло, что после этого забросили полностью разработки. И ГОК больше не работает. Чем занимается поселок, не очень понятно. Но он находится на дороге от федеральной трассе к Эльбрусу. И какой-то трафик по дороге есть туда-сюда. Видимо, чем-то этот поселок живет. Но нам осталось немножечко вот по этой дорожке. Вот туда, вот туда, вот туда, вот. Чуть поближе мы приблизимся вот к тем вот величественным горам с ледниками, которые не тают. И вот после того верхнего перевала будем спускаться вниз. Туда, к поселочку. У нас впереди... Даже закрою шлем, так будет лучше слышно. У нас впереди серпантинчик, от которого можно реально устать. Если вы едете от Тернеауза в сторону Джилы Су, то вы начнете с этого серпантина. И прям реально вот после него можете прям скукситься, ехать вверх по нему. Водили группы, Русмототревел вроде бы водили здесь группы. Они говорят, что вот они ехали с той стороны, как раз вот от Тернеауза в сторону Джилы Су. И что даже уже к концу серпантина многих приходилось регулярно поднимать, потому что люди просто вот от усталости переставали контролировать то, что происходит с мотоциклами. Но если ехать со стороны Джилы Су, то серпантин остается вниз. А вниз не так страшно, потому что он не очень крутой, то есть там нет большого уклона вниз. Там просто едешь, ну так, мотор работает на холостых, а ты чуть-чуть контролируешь мотоцикл уже тормозами и нужной передачей, тормозя двигателем. Ой, извините, пожалуйста, не хотел. Ну, такие неприятности иногда бывают, такие случайности, такие кочки. А вот эта гора вся разрыта изнутри. И я думаю, что я вам покажу сейчас входы в Штольне, где добывали породы и возили на ГОК, который смыло. То есть мы уже доехали до финальной дороги вниз. Вон там видна квадратная шахта, заезд в гору. Там вот еще одна будет. И мимо одной из них мы прям проедем. Очень интересно, когда ее проезжаешь в жару, то есть там когда температура плюс 32, плюс 35, это типа жарко-жарко-жарко, а проезжаешь мимо такой Штольни, оттуда воздух выходит, температура земли плюс 12. Такое ощущение, что прямо на тебя направили струю воздуха из кондиционера. Может быть даже получится заехать внутрь, но не обещаю. Там темно и очень страшно. Едем вниз. День шестой. Беслан-Хасавюр-Дербент. В объезд Грозного. 400 километров по федеральной трассе. Без грунтовых дорог. Это Дербент. Самый южный город России. Мы начали со стороны, где Азербайджан. Там море. Море здесь длится прямо до Туркмении. Ходит паром в город Туркменбаши. Это крепость Дербента. А это сверху идет дождь. Простите, что я без мотоцикла. К сожалению, на территорию мечети с мотоциклом не запускают. Мы находимся, мы, я находимся на территории мечети. Самой старой на территории не только России, но всех стран СНГ. Построена она в 733-734 году. Находится в городе Дербенте. Который, а, самый древний город России. И, б, самый южный город России. Южнее него уже начинаются другие страны. С той стороны, где Сочи, у нас получается более северная точка. Мы находимся практически в самой южной точке России. Это будет финальная точка нашей поездки. После нее мы уже разворачиваем мотоцикл на 180 градусов. И едем в сторону дома. Россия это большая, многонациональная, мультикультурная и мультирелигиозная страна. Мы посетили Аланский храм. Мы посетили храм, вырубленный в Меловой скале. Они оба были христианскими. Это мусульманская мечеть. Самая старая в России. И у нас на пути будет еще две интересных точки. Тоже очень... Одна очень древняя, а вторая просто уникальная. Я надеюсь, это будет интересно. В любой стране можно найти, что посмотреть. Но в такой большой стране, как Россия, найти, что посмотреть, не составляет никакого труда. Здесь очень много интересных мест. Больше путешествуйте, и у вас будет шанс их увидеть. На сегодня пока все. Погода отстой. Но это первый дождь за всю поездку. И он приятен. День седьмой. Дербент, экраноплайн, лунь, артезиан и листа. 720 километров по асфальту. Побывать в Дагестане и не доехать до Каспийского моря, это все-таки даже не то, чтобы предательство. Это какая-то ерунда. Поэтому было решено доехать до Каспийского моря. Может быть, немножечко проехать по пляжу. Но самое главное, это посмотреть вот то уже видимое отсюда чудо техники и одновременно тупиковое ветвь развития эволюции, как были фронтозавры и диплодоки. То есть то, что на каком-то этапе эволюционном имело право на жизнь, но не выдержало проверку историй и показало неправильность своей концепции. Это Каспийский монстр, он же экраноплан Лунь. Судно, использующее эффект воздушной подушки, по большому счету, что когда ты летишь над землей, то тебе нужно меньше площадь крыла и меньше мощность мотора, чтобы планировать. Идея была в том, что за счет небольшой мощности мотора можно попробовать... Можно попробовать... Вот как бы нам туда заехать. Чуть дальше. Поднять огромный экраноплан над морем, и чтобы он летел на высоте 5-6 метров, как бы перевозя грузы, перевозя какие-то ракеты и так далее. Черт, проехали. Значит, надо возвращаться. Вот, но концепция оказалась не очень правильной, потому что для выхода из воды требуется огромная мощность мотора, именно поэтому там поставили 8 двигателей. Это на 4-х он может уже планировать, но для того, чтобы эту огромную лодку вытащить из воды, нужна большая мощность. И эти двигатели, они создают большое лобовое сопротивление. Даже если ты, взлетев, отключаешь лишнее, все равно ты тратишь много топлива на преодоление лобового сопротивления. Потом сама концепция легкого алюминиевого аппарата, она достаточно сложная тем, что... Сейчас, секунду. Ребята, а можно заехать на 5 минут буквально? А как-нибудь вокруг? Через Принзонтину, а так заезда нету туда. Ну а сколько туда в метрах? Метра в 200 через Принзонтину. Понял, спасибо. На каждую хитрую неприятность найдется элегантное решение вокруг. Красивый алюминиевый корпус, он плохо справляется со штормом. Есть некоторые сложности. И если вот этот огромный экраноплан еще может выдерживать волну, там порядка... Через Бригантину. Прекрасно. Может выдерживать волну? Сейчас попробуем во второй раз. Здравствуйте, мужчина. Тут к Луню проехать можно? А я не знаю, я вот. Вывод. Ну ладно, будем. Лунь туда. В общем, идея оказалась в том, что... Экраноплан совместил в себе недостатки одновременно и самолета, и корабля. Именно не преимущества, а недостатки. И тема оказалась по большей части... В общем, неправильной. Не знаю, даст ли нам подъехать поближе, но мне кажется, ответ отрицательный. Вот такой вот этот красавец. Вот такой вот этот бронтозавр. К сожалению, он уже давно не летает, но до сих пор здесь стоит гниет, и никуда его отсюда нельзя увезти, потому что он очень большой, его даже по частям не получится убрать. Прошу прощения за шум ветра, здесь тоже не получится ехать 60, потому что это очень плоское место на земле, называется Калмыкия. И сюда имеет ездить смысл интровертом, чтобы отдохнуть от людей, потому что здесь нет ничего. Чтобы не было опасений, что вы попали на другую планету, здесь есть линия электропередач. По ним все-таки видно, что человек, ну, хотя бы раньше в виде каких-то ушедших цивилизаций здесь присутствовал. Ну, и, естественно, асфальт дорог. Он может быть и не очень ровный в плане вертикальных кочечек, но он очень ровный в плане прокладывания через кель. То есть взяли линейку, начертили по карте, и точно так же идет дорога. Ровно, 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 вперед, вперед, вперед. Вот такое вот абсолютно плоское все, абсолютно интересное и абсолютно покинутое. Такие дороги, многие говорят, что скучно по ним ездить. Нет, ничего скучного в этом нет. Вы едете, вы отдыхаете от людей, вы думаете, вы можете подумать о вечном, вы можете проникнуться буддийским спокойствием. Кстати, о буддийском спокойствии. Мы надеемся с Воджин 525 для их сегодня доехать до столицы Калмыкии Элисты. Там у нас есть Датсан Золотого Будды. Такой очень крупный буддийский храм. Он, конечно же, не самый старый в России. Самый старый буддийский храм в России находится в Бурятии. Но до Бурятии ехать очень далеко. Она никак не вписывается в формат нашей поездки. А Датсан в Калмыкии мы посетить можем, потому что он вполне вписывается в маршрут, который будет называться «Четыре реки, пять храмов». Ну, как интересно. В середине степи камера в спину. Чуть-чуть сбросим. Вот до 110. Камера работает от ветряного генератора. Очень часто бывает камера, которая работает от солнечных батарей. Вот она стоит, и здесь, видимо, через спутник сбрасывают фотографии наружителей куда-то на сервер. Вот такая просторная, величественная, необъятная степь. Видите, мы проезжали парочку языков. Это когда бархан движется по степи, он потихонечку переползает через дорогу, и на дороге получаются такие песчаные языки. Ну, ничего опасного. Они тоненькие. И барханы, чтобы они на дорогу сильно не ползли, укрепляются старыми покрышками. И покрышки как-то утилизуются, и меньше песка на дорогу попадает. Едем, проникаемся спокойствием и немножечко медитируем даже. Буддизм! По итогам прохождения грунтового участка на Водже 525. В принципе, 525-й Водж – это не туристический эндуро, это туристический кроссовер. Для того, чтобы реально скакать по большим почкам, ему не хватает подвесок, и очень важно, что ему не хватает защиты картера мотора. Очень больно таким двигателем будет биться о какие-то выступающие камни, или при перепрыгивании каких-то булыжников долбиться картером мотора опять же об этот булыжник. Ну, из-под переднего колеса камни выскакивают, бьют по картеру моторы, и прям физическую боль чувствуешь от таких ударов. Если вы вздумаете Водж 525 ДС использовать именно как эндуро для долгих поездок вне асфальта, то подумайте о том, чтобы к нему прикрепить хорошую защиту картера, который убережет и картер снизу, и картер спереди от ударов камней, которые попадают с переднего колеса, и выхлоп, который проходит под мотором, который тоже расположен низкой, и которым тоже можно об землю шлепнуться. Но в формате именно кроссоверном, когда вы едете по асфальту, пусть даже вот такого вот качества, отвратительного, он неплох. Вот мы сейчас едем 130, а это та же скорость, с которой едется по обычному автобану, с хорошей... То есть он и по плохому асфальту, и по хорошему асфальту едет с одинаковой скоростью, и эта скорость комфортная. На скорости 125-130 у него расход получается 3,9-4,0 литра на 100 километров. То есть тут реально бака хватает на 400 с плюсом. И для этого даже не надо экономить. Ты едешь вот в таком режиме 125-130. Если на нем ехать километров 90-80 час на последней передаче, то я думаю, что он больше 500 запросто пройдет на одном баке бензина, а больше 500 – это очень хорошая цифра. Это позволяет даже в путешествии через Астрахань в Нукус, там есть 500-километровый участочек без заправки, но с 5-литровкой страховочной вы его на этом мотоцикле проедете, если будете ехать в спокойном темпе, где-нибудь в районе 90 километров в час. Но там особенно больше не разгонишься, там как раз дорога вот даже чуть похуже, чем эта. Там асфальт был, но постепенно солнце его расплавило, и он испарился. Если бы не столбы, то вообще была бы Монголия-Монголия. Так, конечно, немножечко на Монголию не похоже. Но для тех, кто не страдает тем, чтобы на горизонте не было ни одного столба, Калмыкия может быть великолепной с заменой Монголии, до которой, к тому же, не нужно ехать целую неделю, до Калмыкии из Москвы можно доехать за день. Это прям реально, это даже меньше 2000 километров получается. Это где-то такая полторашечка уверенная. вот такое великолепное ничто, в центре которого мы находимся. Если у вас есть желание посмотреть на великое нихрена, то это здесь. Есть и другие места, где тоже есть великое нихрена, но это одно из самых близких к Москве. Что в АДЖ-525 от туристического амингура, так это возможность ехать стоя. Тут и руль расположен достаточно высоко, и сидение в области бака узкое, ты можешь практически на любой скорости встать и ехать стоя, и тебе будет хорошо. Вон там по тени видно, что я еду стоя, ну и плюс лобовое стекло пропало, надеюсь, вы поймете, что я вас не обманываю. Для чего это может быть интересно на ровном асфальте? Для того, чтобы немножечко размять то, что затекает снизу вашей спины. Потому что просидеть весь день, это нужно обладать поистине буддийским спокойствием и силой воли. А для тех, у кого не хватает немножечко спокойствия и силы воли, есть возможность проехать стоя. И при этом вам не нужно, вот видите, по тени, я не стою вот в позе пьющей собаки или какающего оленя. Я стою на абсолютно ровных ногах, с ровной спиной. Мне не нужно наклоняться к руле, я просто держу его ровными руками. И мне так можно ехать прям километры, километры и километры. И что самое интересное, на скорость передвижения это практически не влияет. Ну да, естественно, максималку стоя не разовьешь, потому что аэродинамика – это все-таки наука. А не шарлатанство, вроде гомеопатии. Но с обычной крейсерской скоростью 130 можно ехать хоть сидя, хоть лежа, хоть свешивая одну булку в сторону. В общем, как удобно, так и можно и ехать. Рубанул снос с осыпи. Будем попробовать сейчас в нем не утонуть нафиг. Хотя выглядит таким плотненьким. Можно здесь немножечко порезвиться. Но если надумаете, о, как смешно тут гуси натоптали, запомните, что трекшн лучше отключить. Вот сейчас зажжется. Трекшн. Вон там ТТЦ загорел. И можно попробовать немножечко здесь почудить. По-моему, я отчудился. Очень вкусные калмыцкие бараны переходят дорогу. Около ветряков мы снимались. А вот это огромные поля солнечных батарей калмыцкие. Вообще, конечно, грех их было не ставить здесь, потому что здесь солнца очень много. Здесь прям очень много солнца. Прям перебор. И еще очень интересно, сейчас вторая половина дня солнце разогрело полынь, которые растят по сторонам дороги. И воздух, он такой горький, пряный и настолько тушистый, что хочется открыть бутылочку из-под минеральной воды, набрать туда этого воздуха, закрутить крышку и немножечко подождать там, пока снег не уляжется. Потом распечатать так. После такого даже курить не надо. Прям будет хорошо, хорошо, хорошо. И не хи-хи-ха-ха, а именно такая философская, буддийская «хорошо». При выключении солнца в степи, в пустыне очень быстро холодает. Совсем недавно температура была плюс 38, но буквально прошло минут 20, и она упала до плюс 31. Я думаю, что через полчаса будет вообще градусов 26-27. А тем, кто думает, что вот я буду рубиться до полуночи или до часа, а потом придумаю место для ночлега, тех я могу вообще огорчить. У них есть реальный шанс замерзнуть после того, как потемнеет и солнце выключат вообще. Так что вы планируете свои остановки заранее и не затягиваете с ночлегом вот в таком континентальном климате, потому что можете просчитаться, замерзнуть, заболеть. Ну, вряд ли вы умрете, замерзнуть, и волки вас съедят. Но здоровье попортить можно капитально. Таким образом. До Элисты осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что при въезде в город еще солнце не совсем сядет. И планировать остановку в Элисте было правильно, потому что до Дынуя до нее как раз за ходом солнца. Мне так кажется. Тут осталось совсем чуть-чуть. Если вы героически преодолеете великое ничто, окружающее столицу Калмыкии Элисту, то вы можете созерцать золотую обитель Будды Шакья-Муни. Это, конечно, не пятый век нашей эры и даже не десятый. Это современное здание. Но, к сожалению, до древних дацанов и буддийских храмов от Москвы слишком далеко. Поэтому приходится довольствоваться... Красавчик! Кавказ нас не отпускает, даже в Калмыкии. Приходится довольствоваться вот таким вот зданием современным. Но, тем не менее, почему буддизм развит в Калмыкии, очень хорошо становится понятно, когда едешь через вот эти просторы, заполненные ничем, и пытаешься постичь это ничто, перерабатывая в собственном сознании. Очень интересная тема. Будем стараться сейчас туда попасть, но вот уже отсюда видно, что это красиво. Вот, честная пионерская. Стоило ехать. Если вы будете прокладывать маршрут к какому-нибудь Дербенту, то проложите его через Элисту. Почему бы и нет? Очень место атмосферное. Есть смысл сюда приезжать. Ну, ведь классно же. Сейчас мы еще повернем налево, и есть шанс, что попадем прямо куда нужно. Ой, ждите нафиг. Спасибо. Это самый крупный буддийский храм на территории Европы. Очень интересное место, очень необычное место. Проехать мимо такого будет, конечно же, преступлением. Тут, естественно, полный набор всех развлечений на территории храма с кручением барабанов, со статуями Будды. И внутрь мы тоже зайдем, я думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День восьмой Элиста, Волгоград, Борисоглебск, Тамбов, 820 километров асфальта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День девятый финальный. Тамбов, Касимов, Гусь-Крустальный, Суздаль, Москва. 780 километров асфальт. Церковь Бориса и Глеба в Кидикше это финальная точка нашей такой экспедиции по храмам. Это самое старое белокаменное сооружение на территории Руси. Дата постройки обычно определяется как 1152 году, а инициатором строительства был Юрий Долгорукий, который Москву основал пятью годами раньше. Вот это квадратное здание кубическое, вот это и есть церковь 1152 года. Она была несколько раз разрушена, перестроена, но где-то до уровня окон первого этажа фундамент остался неизменным. Верх там, конечно же, разваливался, его переделывали. Я был в ней еще лет 20 назад, тогда там не было ничего, кроме дерьма, потому что там было очень все сильно загажено. Сейчас там музей, за 150 рублей можно зайти внутрь, внутри облагородили, но все равно вот дух очень старого сооружения там остался. Туда заходишь и понимаешь, что вот эта штука гораздо старше тебя и гораздо старше всех тех, кого ты знаешь. Очень интересное место. Как видите, в принципе, вот даже в рамках доступности на мотоцикле есть очень много интересных мест, интересных зданий, интересных каких-то атмосферных сооружений, по которым можно проехать, про которые можно узнать и которые можно пощупать и вот впитать вот эту древность. У нас получилось 4 реки путешествия, потому что вниз было по течению Дона, вверх по течению Кубани, вниз по течению Терека и вверх по течению Волги. То есть такой вот получился вот квадрат из 4 речек. И получилось 5 интересных храмов, из которых 4 – самое старое что-то, а пятый – самый большой на территории Европы буддистский храм. Такое получилось увлекательное путешествие, вдоль которого посещаются точки. И все это складывается в картину, такую прям, которая тебя просветляет, которая тебя делает лучше и которая позволяет узнать что-то новое. Путешествуйте по России и если вашим партнером будет мотоцикл ВОДЖ, то ваше путешествие будет интересно, потому что мотоцикл вел себе все это время великолепно. Жрет 4 литра, прет как ни в себя, не устаешь, ветрозащита хорошая, комфорт, подвески, багаж – все работает. Фары светят отлично. В общем, не мотоцикл, а счастье. Не обязательно обладать мотоциклом с объемом мотора литр с плюсом, чтобы постичь дзен. Можно это все сделать на гораздо более скромном и менее дорогом мотоцикле. Будьте счастливы! Приехали мы вчера поздно, уже по темноте, поэтому я даже не стал разгружать багаж. Расскажу вам, как это все было организовано. На баке сумка, в которой лежит все съемочное, зарядки, аккумуляторы для камер и, в принципе, запасные перчатки. Ничего лишнего здесь больше не лежит. Это такая сумка для самого необходимого. И в боковых карманах лежат мультитул и салфетки для протирания шлема. Как она крепится? Она крепится ремнями. Ремни привязаны вот сюда, вот к дугам. И на всякий случай я проклеил малярным скотчем те места, где ремень проходит через уголок рамы. Я надеюсь, что я не протер здесь насквозь. Сейчас с помощью ВД-шки мы это все ототрем. Клей сойдет без проблем. Впереди тоже крепится сумка ремнем. Чтобы ее снять, нужно расстегнуть два. Вот. Накричит карабинчика, и она таким вот образом снимается. Сейчас сдеру. Вот таким образом сумка снимается. Приятно, что у ВД-шка центральная часть бака здесь защищена шершавым пластиком, и никакая краска от сумки не страдает. Вот эта штука, крепящаяся на держателе рем, это для телефона. Я ей пользуюсь только в городах, где нужно смотреть, куда ты едешь. На трассе достаточно того, что гарнитура говорит тебе в шлем. Но, тем не менее, вот такая штука крайне полезный телефон. У меня влагозащищенный. Если на него попадают капли дождя, мне это не сильно волнует. Вот. И поэтому полностью застегивать ее не обязательно. Можно оставлять небольшую щель для проветривания, тогда телефон не будет перегреваться и отключаться. Все вещи были в сумке. Сумка привязывается сзади к багажнику, и сверху пристегивается еще сеткой. Сетка нужна для страховки. Всегда имейте с собой сетку и проверяйте, что она не протухла и не рвется, не расползается, потому что со временем сетки теряют эластичность и начинают рваться. Хорошую сетку в начале сезона покупаешь, на сезон ее хватает точно, на дольше не факт. Это непромокаемая сумка. Она закатывается на несколько оборотов, фиксируется вот такими ремнями. А к багажнику я ее крепил резиновыми стропами с крючками. Стропы тянут саму сумку вниз за петли, а сверху они ее придерживают, чтобы сумка не болталась. Вот так вот выглядят эти стропы. Всегда имейте небольшой запас этих строп. У меня их было 4, 2 на другой мотоцикл мы переставили, чтобы багаж закрепить. И сумка просто лежит на багажнике. Внутри на дно сумки я положил вставку защитную от спины, от куртки, чтобы дно было помягче, чтобы не так сильно багажник долбил по багажу. Сумку мы тоже сюда кладем. И вот это мое ноу-хау. Это канистра с топливом, запасная, которую я возил с собой на случай высыхания. Чтобы не испортить канистры и сиденье пассажира, я сиденье пассажира обернул стретч-пленкой, потому что всякие мелкие камушки, которые попадают между канистрой и сиденьем, могут протереть шкурку. Поэтому я сначала обернул стретч-пленкой, потом скотчем примотал канистру к сиденью. Чтобы пользоваться канистром, ты просто снимаешь подушечку, и уже там можешь откручивать крышку, заливать, сливать, наливать. Но после этого ты берешь, фиксируешь, защелкиваешь, и канистра у тебя крепко прикреплена. Если каждый раз ее приматывать, отматывать, это будет сложно. А если она у тебя жестко зафиксирована на подушке сиденья пассажира, ею очень удобно пользоваться. И последнее, что было, это набор для ремонта бескамерных шин, жгутики и приборы по установке, который лежал вот здесь вот под сиденьем. Сюда он прекрасно помещается. Вот с таким количеством багажа удалось проехать порядка 7 тысяч километров, ну, может быть, 6 с копейками. И все это не отвалилось, не развалилось, и доехало до Москвы без проблем. Пожалуй, последнее включение около мотоцикла. Я бы хотел рассказать о трех продуктах, без которых вот это путешествие не состоялось бы, либо было совсем другим. Ну, во-первых, вот эти туристическо-эндурные боты Elevate T-Spirit Pro с мембраной. Да, когда было плюс 38, в них было жарко, но они прекрасно фиксируют ноги. У них три хороших таких застежечки. Они держат голеностоп, они не промокают, они не продуваются, в них тепло и сухо, если попадаешь в дождь. И они спасли мне ногу два раза. Первый раз, когда я на перевале упал на камнях, и второй раз, когда передо мной начал разворачиваться шахид в Дагестане. Мы с ним разминулись буквально еле-еле. Я ботом чиркнул его по уголку бампера, он передо мной разворачивался, я его объезжал через тречку. Ну, слава богу, как бы все остались живы, но если бы я поехал в кроссовках, как планировал, то вполне возможно, что по двум случаям у меня были бы серьезные повреждения на одной и той же правой ноге. Второй продукт это вот такие вот тонкие тканевые перчатки Edge от компании Full Throttle. У них ладошка из искусственной замши, верх из тканьки, и вот здесь вот есть резиновая вставка, которая защищает костяшки при падениях. Они очень хорошо продуваются, они впитывают влагу, когда температура очень высокая, их вместе с платком на шею можно поливать водой, и тогда рукам становится холодно и приятно. При температуре где-то от 20 и выше в них ездить суперкомфортно, и плюс из-за того, что здесь ровненькая замша, они не морщат, когда ты обхватываешь рукоятку руля, и они очень комфортные, не натирают мозоли, в них можно ехать целый день, не уставая. Поразительно хорошие перчатки на жаркую погоду, прям рекомендую. Стоит мало, стоит там в районе тысячи рублей за пару, то есть прям вообще халява-халява. И последний продукт, который не пригодился, но именно этим он и хорош, это дождевик Mad Bull, который тоже от компании Full Throttle. Кайф этого дождевика в том, что если он с вами, то дождь не пойдет. Это прям вот проверенная техника, что если вы берете полный дождевик, а еще если дополнить его какими-нибудь бахилами или перчатками, непромокаемыми для рук, то работает еще лучше, то дождь просто не пойдет. И даже если начинаются какие-то первые капли дождя, вы прям с первыми каплями дождя надеваете дождевик, и тучи рассеиваются. Вот этот дождевик был прям вот талисманом поездки, который берег нас от дождя все 9 дней ездовых. Один раз его пришлось надеть, чтобы испугать тучи, и тучи тут же испугались, разошлись, и показалось солнце. Этот дождевик я разыграл по конкурсу, уже есть победитель. Сегодня я его отсниму, и завтра с деком отправлю человеку, который угадал, около какой последней церкви мы снимались. Боты, дождевик и тонкие перчатки на лето. Перчатки и дождевик были примерно в одной цветовой гамме, но 6000 километров их немножечко изменили в цвете. Но постирать будут также яркими и оранжевыми. Все остальное было просто экипировкой, без чудесных каких-то вещей, без волшебства внутри, просто добротная экипировка. А вот эти три предмета прям волшебные.